МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Саровский кибермарафон «Новоспорт» в нашем городе стартует новый проект. Запах шашлыков, ароматы пряностей и сувенирная продукция. В парке имени Зернову состоялся шестой ежегодный фестиваль «Вкусно-фест». Далее расскажем обо всем подробно. Саровчанин Павел Дудин успешно защитил проект на конкурсе молодежных инициатив в рамках профильной смены «Наше дело». В номинации «Успешный дебют» Павел представлял проект «Саровский кибермарафон «Новоспорт». Чтобы компьютерные игры не превратились в зависимость, а развивали и открывали перспективы. Такая основа у проекта «Саровский кибермарафон «Новоспорт». Автор проекта Павел Дудин решил развивать в городе киберспорт, чтобы показать родителям и детям, что играть в компьютер не равно бесполезно проводить время. Есть такая проблема, с которой сталкиваются родители. Родители не понимают, что делать ребенок в компьютере. Ребенок не может это доказать родителям в силу своего возраста. Моя задача будет объяснить родителям, что вот есть такие-то игры, у них можно развивать такие-то качества и такие-то способности. А детям показать правильный вектор развития. В рамках проекта для школьников и студентов будут проходить занятия по киберспорту на базах компьютерных клубов. Преподаватели расскажут об основах таких игр, как «Дота» и «Контерстрайк», покажут ключевые элементы, механику и правила игры. Занятия будут состоять из теоретического и практического материала. Павел Дудин уверен, что компьютерный спорт может развить у ребенка определенные качества и навыки. Например, в жанре моба у тебя очень сильно развивается критическое мышление, то, как ты планируешь. У тебя есть небольшой план на игру, ты стараешься его поддерживать, но очень много ситуаций, когда тебе резко приходится принимать какое-то довольно иногда сложное решение. Шутеры хороши тем, что у тебя в голове вырабатывается стратегия, определенно у тебя вырабатываются твои наработки. А стратегия, очень часто их делают на основе исторических, то есть, к примеру. Там очень тоже много чего развивается, стратегия не самых сложных в своем понимании. Также проект предполагает проведение турниров и Большого киперфестиваля. Павел планирует создать царовскую команду, которая будет представлять наш город в других регионах. Соревнования по киперспорту в будущем планируют проводить и в новом фиджитал-центре молодежного пространства «Горизонт». Также в следующем году в Сарове появится Федерация компьютерного спорта. Я занимался киперспортом, сейчас ушел в стадию преподавания, то есть, обучения людей. Играл на турнирах в Нижнем, за институт, потом попадал на оригинальные этапы. Определенный опыт, интерес, то есть, саморазвитие я получал с этим огромный опыт в плане даже своего образования. Павел Дудин успешно защитил проект «Саровский кипермарафон «Новоспорт»» на конкурсе молодежных инициатив в рамках профильной смены «Наше дело». Реализация проекта начнется с сентября. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Запах шашлыков, ароматы пряностей и сувенирная продукция. В парке имени Зернова состоялся шестой ежегодный фестиваль «Вкусно-фест». Горожане, посетившие гастрономическую ярмарку, смогли не только ознакомиться с продукцией предпринимателей, но и угоститься различными вкусностями. На кулинарном празднике побывала и наша съемочная группа. Аппетитные запахи и ароматный дым заполнили всю набережную парка имени Зернова. Ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусно-фест» стал уже доброй городской традицией. В последнее воскресенье уходящего лета на набережной городского парка собираются городские предприниматели, чтобы продемонстрировать сыровчанам свою продукцию. В этом году география фестиваля значительно расширилась. У нас собралось еще больше предпринимателей. Каждым годом к нам присоединяются в команду все больше и больше предпринимателей Сарова. К нам присоединились в этом году гости из Розамаса, из Саранска, из Нижнего Новгорода. Компания у нас достаточно обширная. «Вкусно-фест» на самом деле, девиз этого мероприятия – предприниматели для города. То есть этот праздник организуется нашими предпринимателями, а мы им в этом, конечно же, помогаем. Фестиваль состоялся благодаря усилиям Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова, а также Центра поддержки предпринимательства. Пироги и мороженое, варенье, соки и мед. Посетители выставки могли бесплатно продегустировать все угощения. Также была представлена сувенирная расписная продукция собственного изготовления. «Я взяла шашлык, хот-до, капусты меня угостили, сыром поугощали вкусно, баклажани и лимонад брала, это тоже из кофейни. Все понравилось, я первый раз здесь, правда, но замечательное событие». «Мы только начали, пока шашлычок едем, очень вкусно». «Пока только в одном месте попробовали, сейчас пойдем дальше». «Ну, нормально, весело». Внимание горожан привлекли кинологи из Саровского соединения Росгвардии. Они показали, как собаки бросаются на цель по команде. Также была представлена полевая кухня. Кулинарный турнир власти и бизнеса стал уже традиционным для фестиваля. Две команды готовили блюда под руководством шеф-повара. В ходе жеребьевки команде власти достался салат «Оливье», а команде бизнеса – винегрет. «И, конечно же, всем, что приготовят, они угостят наших горожан. Ведь вкусно, фест – это всегда не только весело, но и вкусно, и много. Мы собрались здесь сегодня покушать». Саровчан также ждали мастер-класса от шеф-повара, а также уже ставший традиционным гастрономический квиз. 2024 год – год семьи. Поэтому организаторы подготовили расширенную детскую программу. За моей спиной на территории Вейт-парка Майами в беседке там проходит полезное такое мероприятие от Центра развития здоровой личности, где девушки прекрасные раскрывают подросткам, детям и их родителям разные аспекты жизни, которые, в принципе, пригодятся. Порой некоторые вещи, мы родители, когда своим детям говорим, дети их не слышат или не так воспринимают. А здесь полностью грамотный подход, способен действительно донести до ребенка ту информацию, которая нужна. Фестиваль сопровождала обширная музыкальная программа. Посетители могли услышать хиты 90-х, а также выступления рок- и фолк-метал-групп. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Союз «Атомные города» объявляет старт регистрации на атомный диктант. 30 вопросов различной степени сложности позволяют проверить знания об атомной отрасли. Принять участие в атомном диктанте смогут все желающие. Диктант пройдет с 1 по 14 сентября на сайте atomdiktant.ru. Среди участников разыграют призы от Союза «Атомные города» и партнеров проекта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Видео-сообщение от хорошего друга, в котором он просит одолжить денег, может оказаться дипфейком, сгенерированной нейросетью-фальшивкой. Мошенники используют реальные фото, аудио и видео из интернета, чтобы с помощью искусственного интеллекта создать фейковый ролик. На нем человек может рассказывать, что у него проблемы со здоровьем, что он потерял работу или попал под следствие, и ему срочно нужны деньги. Затем злоумышленники взламывают аккаунт человека или просто делают копию его реальной страницы и рассылают фейковое видео в списку контактов. Многие спешат помочь попавшему в беду другу, переводят деньги преступникам. Чаще всего жертвами мошенников становятся родные и близкие человека, изображенного на сгенерированной записи. Но иногда аферисты создают дипфейки с работодателями, сотрудниками госорганов или известными людьми. Отличить от настоящего такой ролик трудно, особенно на первый взгляд. Не спешите переводить деньги, обратите внимание на детали. Признаки дипфейка – монотонная речь, неестественная мимика, слишком резкие дерганные движения. Движения губ не совпадают с речью. На видео помехи, искажения, лук с дефектами. Человек не моргает. Если кто-то из ваших знакомых прислал видео с просьбой перевести деньги, перезвоните ему и спросите, обращался ли он к вам. Когда связаться по телефону невозможно, задайте в переписке вопрос, ответ на который может знать только ваш знакомый. Конец лета порадует жителей Нижегородской области аномальной теплой погодой. Температура воздуха на последние недели августа будет соответствовать июльским показателям, уверяют синоптики. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, уже в первый рабочий день термометр покажет плюс 26, а во вторник и среду плюс 27 градусов. При этом обойдется без дождей. Ночью воздух остынет до плюс 15, плюс 16 градусов. Всю неделю будет практически безветренно. Ближе к концу последней недели августа жара начнет постепенно ослабевать. 1 сентября синоптики обещают солнце и плюс 21 градус. На прошлой неделе госавтоинспекторы выявили 268 административных правонарушений. Пятеро водителей попались пьяными за рулем. 109 протоколов составлено за езду без ремней безопасности и мотошлемов. Произошло 4 ДТП, 2 из них с пострадавшими. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. 25 августа на тротуаре возле дома на Пушкино, 26, пожилой водитель не уступил дорогу 9-летнему самокатчику. Подросток, ехавший на механическом самокате, отделался легким испугом. Он получил незначительные повреждения и после осмотра врачом был отпущен домой. В связи с тем, что несовершеннолетние у нас возвращаются к участию в дорожном движении, водителям нужно быть предельно внимательным при приближении к дошкольным и общеобразовательным учебным учреждениям, пешеходным переходам, а также местам большого скопления людей. Всего за прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции выявили 268 административных правонарушений. Пятеро водителей были задержаны в нетрезвом состоянии. Произошло 4 ДТП. 21 раз были нарушены правила тонировки стекол. Один водитель не имел при себе прав. С 26 по 28 августа в Сарове пройдет просветительское мероприятие для снижения количества ДТП с участием гироскутеров и электросамокатов. Следует помнить, что скорость движения не должна превышать 25 км в час, а водителям электросамокатов необходимо спешиться, чтобы пересечь пешеходный переход. С 26 августа по 2 сентября на территории города Саров будет проходить информационно-пропагандистское мероприятие под названием «Скоро в школу». Члены отрядов ЮИС, сотрудники ОГИ и БДТ будут проводить профилактическую работу с водителями и напоминать им о том, что скоро дети у нас возвращаются к учебному процессу. На носу осень. А это значит, что день постепенно становится короче и начинает раньше темнеть. Школьники должны не забывать наносить на свою одежду и рюкзаки световозвращающие элементы. Это может спасти жизнь. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей СРО-24. Укрепить иммунитет и поддержать здоровье поможет проверенное веками средство. Мед. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 22 по 28 августа там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Мед свежего урожая из пасеки пчеловодов Михайловых вновь можно приобрести в Сарове в торговом центре «Галактика». Темный гречичный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий, липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На ярмарке меда с пасеки пчеловодов Михайловых представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Доник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей, а три килограмма гречишного – за 1600 рублей. Не пропустите! Ярмарка меда с пасеки пчеловодов Михайловых работает в торговом центре «Галактика» с 22 по 28 августа с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь, ноль шестьдесят четыре, тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей! Субтитры подогнал «Симон»!